Какие перспективы апелляции для личных судебных процессов, что вы намерены требовать в суде, возможно ли искокомпенсации? Так как у нас Истринский суд принял, на мой взгляд, заведомо неправосудное решение, то про апелляцию я ничего говорить не путаю, и по судебным делам и выборам мы прекрасно знаем, что у нас МОСАБЛ суд, ну и подвесные суды, полностью контролируется администрацией губернатора Московской области, которой руководит Михаил Михайлович Кузнецов. Поэтому я не сомневаюсь, что все вот это безобразие, это, безусловно, его рук дело. Глупость его при этом, конечно, на мой взгляд, тоже абсолютно бесспорна, но не отменяет того, что у него, к сожалению, есть влияние на суды. Поэтому перспективы апелляции в данном случае я предсказать не могу. Если бы это был независимый суд, и хотя бы какая-то видимость, например, как у нас, я касательно утверждения, то, конечно, я был полностью оправдан, производство было прекращено. В данном случае не знаю. Возможно, низкая компенсация, и об этом можно говорить только после того, как решение Истинского суда будет признан незаконом. Сообщалось, что в акрохорном рынке Вангар на Москва-России прошли изъятие документов, связано с тем, что вы там были наемным специалистом, или вы один из собственников этих организаций. Короче говоря, не может ли вся ситуация быть попыткой риторского захвата? Никаких документов на Москва-России изъято не было, насколько мне известно. Думаю, связано с тем, что я там был наемным специалистом, собственником я не являюсь. Риторский захват тут ни при чем. Это опять попытка Урабьева-Кузнецова показать свою глупость, которая увенчалась успехом. Нет ли у вас опочтения, что за эти 15 суток мог быть выданто еще огнение в ваш адрес? Ну, тут я опять, наверное, останусь в рамках своего предыдущего комментария. Глупость этих людей безгранична, поэтому, да, ничего не исключаю. Но, опять же, ни на что не влияет. Все, кто у нас остается на свободе, они должны продолжать бороться за свои права.